всем доброго дня это давно обещанный бесплатный урок на нашем канале просто для того чтобы у вас было правильное впечатление об уроках которые у нас имеются эти уроки платные но в качестве ознакомительного такого этот урок этот урок короче чем все платные уроки содержит конечно меньше материала не только потому что он бесплатный а потому что в первую очередь у нас знакомительный как мы уже поняли все да и здесь мы увидим всего несколько элементов таких элементов как шаги как один только способ защиты и буквально две атакующие техники урок посвящен такому направлению как фанзи цюань который не очень хорошо известен в россии хотя исторически он вплелся в большое количество различных традиционных китайских боевых искусств но именно о таких боевых искусствах по крайней мере в россии не знаю как в мире очень мало знают а следовательно мало очень знают о фанзи цюань в частности могу сказать что он повлиял на такие направления как чё дзяо танлан пай хоу цюань хай цюань лун цюань и многие другие на которые как раз делается акцент на нашем канале и так этот урок начинается с очень простого шага в принципе пользуясь исключительно русским языком и русской терминологией мы видим что это передний шаг или передний шаг на колени так называемый существует несколько модификаций шага на колени когда у нас колено располагается рядом с опорной стопой или когда колено удалено от опорной стопы ну там на расстояние например ваших плечей задняя стопа у нас может отрываться от опоры да и вы можете опираться на мысочек а может не отрываться может частично отрываться в данном случае фанзи цюань нет какого-то жесткого ограничения все зависит от того что вам удобно в данный конкретный момент но при этом должен заметить что если вы отрываете пятку задней стопы и опираетесь только на мысок это не значит что вы вылетаете своим центром тяжести за пределы передней стопы нет никогда вы не проваливаетесь на своих атаках всегда даже если очень быстро вы маневрируете в этих шагах всегда вы хорошо стабилизированы в каждую секундочку вашего движения если вы хорошо поработаете над этими шагами а это по сути три разных шага несмотря на то что они очень похожи значит это передний шаг вот этот вот когда мы высоко достаточно находимся шаг на одном колени когда у нас колено почти прижато так опорной стопе и шаг при котором колено у нас не приживается к опорной стопе и между этой стопой и коленом сохраняется какое-то расстояние вот если вы хорошо поработаете над этими шагами вы хотя бы чуть-чуть уже прикоснетесь немножечко действительно традиционным боевым искусством к фанзи цюань и это возможно хотя бы слегка приоткроет вам двери ко многим многим боевым направлениям настоящим боевым я имею ввиду прикладным как видим положение корпуса у нас немножечко варьируется корпус может быть вертикально может быть немножечко наклоненным в сторону к противнику такая ситуация фанзи цюань вполне допустима но это не значит чтобы корпусом совсем заваливаемся открываем свой затылок противнику и так далее теперь ознакомимся с очень простой защиты защита которая выполняется внутренней частью вашей ладони по сути это действие очень короткая которая просто сопровождает руку вашего противника в удобную для вас сторону смещая атаку противника несколько от центральной вашей оси в принципе это может быть и рука и нога конечно но по большей части мы сейчас ориентируемся на руку я думаю что тем кто впервые попробуют вот эти элементы фанзи наверное сначала надо ориентироваться именно на руки противника помните о том что отрабатывая такую защиту вы должны действовать таким образом чтобы ваше действие по расстоянию было короче в 2-3 раза чем атакующие действия вашего противника тогда у вас будет возможность все хорошенечко оценить выполнить это действие да еще успеть подумать над тем что вам делать дальше давайте теперь посмотрим как просто действует одна единственная вот это защищающая вас рука что в это время будет делать ваша вторая рука совершенно сейчас не важно обращаем внимание на то насколько коротким и простым должно быть ваше действие в принципе это действие может выполняться несколько выше несколько ниже она может защищать вашу голову может защищать верхнюю часть вашего корпуса а если вы достаточно глубоко присядете то точно таким же действием вы сможете защитить и атаку которая была направлена в нижнюю часть вашего корпуса например именно для этого в данном случае по крайней мере в этом уроке именно для этого мы используем низкие шаги до на одном колени теперь совмещаем это защитное действие с нашими шагами. Как видим, мы можем перемещаться во время нашей защиты к противнику, от него уходить, но, как правило, конечно, атака противника используется против него самого. На его же атаке вы продвигаетесь вперед, перенаправляя, собственно, вектор атаки противника быстрее, чем он может выполнить какую-то дополнительную атаку или поменять свою стратегию, тактику и так далее. И в этот момент, как правило, происходит как раз тот самый вход, когда вот у нас шаг, защита и атака, да, производится. Теперь можем поговорить об атакующих действиях. В этом уроке у нас будет всего два атакующих действия, аналогичных друг другу. Сейчас мы видим такой рубящий удар снизу вверх, с запястьем он выполняется, диапазон атак от паховой области, ну там, до подбородка, например, противника. Обращаем внимание на то, что рука ваша должна быть раскованной, набираете вы импульс для этого действия совсем не в своих мышцах, потому что если вы пытались поднять тяжелый груз, например, да, приложив максимум своих мышечных сил, вы понимаете, что на вытянутой руке его гораздо сложнее поднимать, а то и вовсе невозможно, чем на согнутой. Поэтому, когда у нас рука почти выпрямляется, не мышцами мы запускаем эту руку, естественно, а небольшим поворотом корпуса и шагом вперед, в первую очередь. Именно поэтому ваша рука должна быть раскована, без всякого мышечного напряжения. Обращаем внимание на локоть, локоть у нас слегка согнут, никогда мы полностью руку не выпрямляем. Как я уже говорил, мысок опорной стопы у вас может быть точкой опоры задней стопы, то есть пятка может быть оторвана, может не отрываться пятка. Если вы занимаете более низкое положение вот на одном колене, тогда, естественно, вы опираетесь задней стопой на мысок. И это все, конечно, в процессе практики. Я думаю, вы сами выяснете, что именно вам будет удобнее и в каких случаях. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь обратим внимание на различные положения вашей кисти во время ваших атак. Если первоначально мы с вами работали так, что пальцы у нас смотрели вниз, поскольку это удобнее для обучения, а также удобнее для атак в нижнюю часть корпуса, в паховую область, ну или даже в подбородок, например, то теперь вы понимаете, что ваша кисть может занимать не вертикальное, а горизонтальное положение. У нас пальцы могут смотреть в одну сторону или в другую сторону, в зависимости от того, что именно, какую именно цель в данный момент вы атакуете и в каком положении относительно вас находится противник. Теперь мы освоим с вами еще одно простое атакующее действие. Удар аналогичен предыдущему. Если у нас предыдущий удар наносился снизу вверх, в вертикали, то теперь мы тоже самое делаем только сверху вниз. На самом деле наше действие в данном случае будет уже не вертикальным, иногда это будет диагональное действие, иногда даже практически горизонтальное. Это тоже зависит от разных обстоятельств, о которых мы не будем говорить в этом уроке, но на самом деле в процессе практики, я думаю, вы сами вполне справитесь с тем, когда и что вам будет удобнее. Подобные действия такими рабочими поверхностями или другими достались Пигуа Цюань от Фанзи Цюань. Пигуа это все-таки некая трансформация такая Фанзи. И там подобные действия вертикального такого характера или условно вертикального доведены уже до техник, которые не слишком уже напоминают, например, Фанзи Цюань. Но мы сейчас об этом не говорим, мы говорим о Фанзи, о вращающемся кулаке так называемом. И видим, что наши шаги при выполнении этих техник могут быть более высокими, более низкими. Не забываем добавлять к нашим действиям защиту. И вообще помним о том, что защищенность в боевых искусствах это самое главное. Если вы защищены, вы точно уж проатакуете противника. Если вы не защищены, точно противник проатакует вас. Поэтому все начинается с вашей защищенности. Над этим в первую очередь надо работать, и это в первую очередь надо держать в своей голове. Не пытайтесь защищаться атакующими действиями и атаковать защитными. Как видим, это атакующее действие наносится на разные уровни корпуса и головы, так же как и предыдущие. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь мы можем посмотреть, как отрабатываются эти, в принципе, несложные действия на столбе. Каким образом мы работаем с муляжами человеческого тела, с муляжами рук, не только в бою с тенью, но и вот так вот на столбе. Такая работа на столбе позволяет вам четко прочувствовать давление, например, рук вашего противника во время его атак, когда вы резко достаточно приближаетесь, например, к этому столбу и одновременно с этим защищаете себя от муляжей рук. А также такие столбы позволяют вам действительно хорошо укрепить ваши рабочие поверхности, как это видно здесь. Но призываю вас не слишком сначала стараться, все-таки аккуратно укрепляйте свои рабочие поверхности. Запястье, кстати, укрепляется довольно быстро. Если вы хотите его по-настоящему укрепить, не забывайте о том, что начинать надо с того, что вы будете, например, отжиматься на запястьях или хотя бы просто на них стоять, что, кстати, мне кажется, даже гораздо лучше в большинстве случаев, потому что это позволит вам впоследствии закидывать ноги все выше и выше и просто стоять на запястьях таким образом, что они будут выдерживать довольно большую нагрузку, после чего вы можете уже использовать эти рабочие поверхности для того, чтобы работать, например, на столбе. Итак, на этом заканчивается этот короткий ознакомительный урок по Фань Зе Цюань. Я надеюсь, что кого-то, возможно, это боевое направление, по-настоящему боевое прикладное заинтересует хотя бы на уровне тех нехитрых действий, которые мы освоили в этом уроке. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик, подписываться в Телеграм, потому что Телеграм вас предупредит обо всем, что происходит на нашем канале, в отличие, например, от Ютуба или других каких-то соцсетей. И счастливо! Хороших вам тренировок!